Каждый, кто строил систему отопления с нуля, либо же менял главный отопительный прибор в своем доме, знает, что выбор твердотопливного котла – дело не самое простое. Мы постараемся облегчить задачу для сомневающихся и поделимся результатами продаж твердотопливных отопительных котлов в сети магазинов Форнакс и на сайте форнакс.ру в 2021 году. По аналогии с обзорами банных печей, печей, каминов, никаких рейдингов, минимум сравнений и только факты при обзоре котлов, представленных у нас сегодня. Каракан – это не только река в Новосибирской области, но и еще и линейка, большая линейка котлов от новосибирской компании Стэн. И самая востребованная модель – это Каракан 14ТПЭ-3. Т означает, что он твердотопливный, П – то, что у него есть плита, на которой можно готовить, покушать, и Э – то, что он может работать еще и на электричестве, если для него докупить и доукомплектовать котел электрическим ТЭном. Тройка на конце означает, что рабочее давление у него 3 атмосферы. Расчетная площадь для отопления от 90 до 140 квадратных метров при высоте потолка в 2,7 метра. Двухкомфорочная плита смело может нагреваться при интенсивном горении до 300 градусов, так что действительно можно готовить. Подключение в систему отопления происходит либо с левой, либо с правой стороны через патрубки сечением дюйм с четвертью. Также в зависимости от сторонности подключения в свободный патрубок можно подключить ТЭн. Для упрощения управлением котлом можно в патрубок диаметром 3,25 вставить регулятор тяги и регулировать интенсивность горения. Также через комплектную футурку можно установить в котел и предохранительный клапан. Топка для котла такой мощности очень глубокая – 50 см, толщина металла 3 мм. Колосник мощный, чугунный, горение происходит по всей площади. Ну и в топке объемом 35 литров установлен массивный, объемный, водонаполненный зуботбойник. Передняя часть колосниковой решетки также водонаполненная. Благодаря этому в котел вмещается, в водяную рубашку котла входит 50 литров теплоносителя. Дымоход круглый, выход находится на тыльной стороне котла. Съемный патрубок на 150 мм. Кстати, котел очень часто покупают для подключения к существующему кирпичному дымоходу. Для этого лучше установить патрубок прямоугольного сечения. Его можно докупить. Он размером как раз под кирпич. Во многом за эту особенность и любят жители частного сектора котлы «Каракан» от компании «Стен». Для упрощения конструкции, читая для удешевления, котел не стали нарыжать в декоративный кожух, а просто покрасили краской. Срок службы не менее 15 лет. Гарантия на котел до 5 лет. Наш следующий участник снова из Новосибирска. Котел «Сибирь КВО-15ТП-Э». Где-то мы уже это слышали. «Т» означает, что твердотовленный. «П» то, что у него есть на верхней поверхности плита. И «Э» это возможность установить снова, возможность установить электрический ТЭН. Котел хоть внешне и похож на своего предшественника, даже не предшественника, скорее прародителя, все же он имеет ряд отличий. Он чуть мощнее, 15 кВт. Топка его уже глубже на 10 см. Внутри топки уже не только чугунный колосник, но также есть еще и водонаполненные колосники. Правда, они выполнены из труб довольно скромного сечения. Пламяотбойник уже не такой массивный, как в «Каракане», но его расположение и форма позволяют заполнять топку углем по старинке через чугунные кружки. Срок службы не менее 10 лет. Гарантия – 3 года. А в остальном все то же самое. Большая горизонтальная топка без внешней теплоизоляции и декоративного кожуха. Ну и «Каракан» все же чуть дешевле. Длительного экономичного горения в этих котлах добиться довольно сложно. В Сибири даже не стали заморачиваться с дверцей. Установили обычную чугунную печную дверцу. Правда, сделали небольшой отбойник для того, чтобы она прослужила дольше. Ни о какой газоплотности здесь речи нет. Но в их топке помещается много дров или угля. И это для части наших покупателей определяющий фактор при покупке. Прямая противоположность предыдущим игрокам – котел «Купер» от компании «Теплодар». Тоже Новосибирск. Даже самые первые модификации, выпущенные в 2011-2012 году, до сих пор в строю. У котла вертикальное исполнение. И в качестве основного топлива предпочтительно использовать уголь. Дровами, если и топить, то небольшими коротышами. Конструкция такова, что докладывать через окрузочную дверцу дрова не очень удобно. А уголь сыпать самое то. За нагрев теплоноситель отвечают не только стенки водяной рубашки, но также горизонтальный водотрубный теплообменник, состоящий из нескольких водонаполненных труб. Он эффективно отбирает тепло у уходящих дымовых газов и передает его в водяную рубашку. Объем водяной рубашки – 30 литров. Объем топки – 20 литров. Рабочее давление котла – 2 атмосферы. Площадь, которую может отопить этот котел, работая на твердом топливе, до 130 квадратов. Но можно его и разогнать с помощью небольшого тюнинга – установки пеллетной горелки. АК-15 работает на одной закладке дров от получаса до полутора часов. На угле он проработает дольше – до 6 часов. Да, и в комплекте с завода по умолчанию идет тен аж на 6 киловатт. Следующий игрок как будто случайно оказался в этой компании – котел ZEVS-9 от компании Термокрафт. Здесь уже по внешним признакам можно понять, что вещь совершенно серьезная. Дверцы переехали с передней на верхнюю часть котла. Никакого баловства с чугунными плитами. Вместо них видим внешние органы управления котлом. Это классический трехшатный угольный котел. Принцип его работы прост. Уголь загружается в шахту. Емкость шахты 25 литров. По мере прогорания уголь опускается. Да, и, кстати, зона горения небольшая. Но этого достаточно для того, чтобы выделяемые дымовые газы, горячие дымовые газы, проходили вдоль вертикальных шахт, расположенных в тыльной части котла, и отдавали свое тепло. Котел можно устанавливать только в системах отопления с принудительной циркуляцией. Работа его настолько эффективна, что в системе отопления обязательно должен быть установлен смесительный клапан либо контур рециркуляции. Загрузка котла 25 литров. Объем водяной рубашки 40 литров. Масса котла 140 килограммов. У термокрафта довольно просто подобрать хороший трехшатник под нужный размер. Конкретно этот, мощностью 9 киловатт, способен отопить помещение от 65 до 90 квадратов. Кстати, на нашем канале есть ролик, посвященный линейке ZEVS. Советую его посмотреть. Да, этот котел, конечно, подороже, чем предыдущие участники нашего обзора. Но это уже совершенно другой уровень. Завершает наш обзор единственный не новосибирский котел. Zota Topol VK16. В Красноярске знают толк в угольных котлах. Компания Zota давно производит и очень успешно производит твердотопливные котлы, которые отличаются высочайшими теплотехническими характеристиками и надежностью. Относительно возраста компании Topol VK появился недавно, но сразу же полюбился покупателем компании Fornax. Мощность котла 16 кВт. И отапливаемая площадь, на которую он рассчитан, от 100 до 160 квадратов. И он способен отапливать эти квадраты действительно долгое время. Только вдумайтесь в эти цифры. При работе на буром угле в режиме максимальной мощности котел проработает больше 6 часов. А в номинальном режиме, по сути в рабочном режиме, котел проработает больше 20,5 часов. При работе на длиннопламенном угле показатели еще выше. До 8 часов в режиме максимальной мощности и свыше 27 часов в режиме номинальной мощности в рабочем режиме. Такие выдающиеся характеристики у котла благодаря удачной конструкции топки. Она довольно объемная, 39 литров. В задней верхней части находится двухходовой теплообменник. А в нижней части находится водоохлаждаемый колосник, который также отбирает энергию у горящего топлива и передает тепло в водяную рубашку котла объемом 29 литров. Да, рабочее давление зототополь ВК 3 атмосферы. В наш топ-5 попали котлы самых разных форм и конструкций. Но конечно же задача каждого этого устройства обогреть помещение. Актуальные цены узнавайте на сайте farnax.ru, заходите в магазины Farnax, адреса магазинов там же на сайте. Ну и заглядывайте к нам в социальные сети, там мы будем знакомить вас с новинками. Обращайтесь в Farnax и мы поможем подобрать вам оптимальный для вас по цене и по характеристикам отопительный котел. Еще увидимся, друзья. До новых встреч. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова